МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новины меньшины на нашем канале. У студии Ирина Смольская. Витаю вас из сегодня в выпуске. Поспеховые инвестиции борисовские вытворцы медицинских препаратов омали у полтора разы повеличили могутности. Более 50% продукции нашей поставляется на экспорт. Мовой спорта школьники Беларуси и Германии отпочили и потренировались на Воложенщине. Тренировки идут нам на корысть. Я, например, уже схуднел на 2 килограммы. Галактика Сяброу, репортаж Сергея Манько. Батька ушина запрашая, жахары слабашины Минского района отзначили свято-везки. Я 74 года, деревни 80 лет. Почти ровесники. Поспеховые инвестиции борисовские вытворцы медицинских препаратов омали у полтора разы повеличили могутности. Это стало максимумом, благодаря открытию новых цехов по выпуску таблеток и антибиотиков. Местовые вытворцы не только задовольняют потребы в леках белорусских поживцов, аллеи освоиваются новые рынки. Продукция запотребована и у замежных партнеров. Сирот краин, куда и поставляют айчинные леки, Россия, Украина, Казахстан, а так само Йемен и Сомали. Более 50% продукции нашей поставляется на экспорт как в страны СНГ, так и в дальние зарубежья. Всего более 24 стран мира. Работаем над сотрудничеством с Кипром. Предприятием расширяется ассортимент выпускаемой продукции. Уже освоено 7 лекарственных средств. По итогам года планируется освоить производство 19 лекарственных средств. А мы протягиваем рассказ про выборчай округи Миншины. Что сменилось у житей мясовых жахару за опошние годы и якими яны бачить свои населенные пункты в будущем. Портрет молодежинской городской выборчай округи номер 72 в материале Леоноры Лутович. Культурная столица, город со шматвиковой историей. Хранится натхнение белорусских письменников и мастаков. Край, который подарил свету знакомитых в ученых, композиторов, артистов. На Урате знают, что еще на Миншине таки богаты на подеи, фестивали и конкурсы город. Очень много приезжает у нас артистов. Даже не надо ехать далеко где-то в Минск. Красивый город. Очень много фонтанов у нас, где можно отдыхать. Насыщенная життё и творчая атмосфера не могли не повплывать на внешний выход молодежно. Кропкой отлику стали республиканские дожинки 2011. Центр города, амфитеатр, парк – только первые кроки до лепшого. Парк поддерживает, он развивается. Есть уже велодорожки, можно кататься с детьми на роликах. Спортивных объектов много. Единственное, конечно, что хотелось бы отметить, не хватает в городе спортивных площадок. Турники, брусья. На открытой площади просто люди приходят и занимаются. Первый, чем переехать в Молодежно, сыну военного, довелось и поездить, и побачить. Ацюль и гонор за город, который стал для его родным, и желание сделать его не только пригожим, но и удобным для жизни. Почему бы не строить паркинги многоуровневые? Потому что в городе Молодежно такого еще нет. Это было бы выгодно, и я думаю, что город бы это оценил. Зачем мне покупать гараж? Я лучше буду арендовать какое-то стоянка места, где я буду ставить свой автомобиль, и это будет в безопасности, я не буду за него переживать. Уласная ледовая арена, стадионы, бассейны. Разом с районом Молодежно сегодня рыхтует будущих олимпийских чемпионов по 20 видах спорта. С таким курсом на здоровье, опытным часом, про черги в поликлиниках можно будет забыть. По куль, это одно из немногих пожаданий людей больше сталого взрослого, которые щиро потребуются все новое. Я родилась здесь, знаю, как было, знаю, как сейчас, поэтому, конечно, мы гордимся своим городом. Делается много и для людей, и для детей в парке, много развлекательных площадок для деток делают, потому что, может быть, немножко не хватает вот этого. Больше бы каких-нибудь аттракционов и все, чтобы дети могли как-то больше где-то отдохнуть здесь у себя, не уезжая куда-то в Минск. Увугуле, в будущем, ниже горы города Солнце, глядясь оптимизмом. Пожадания родному городу такие же светлые. Не забывать про отдаленные центры кварталы, развивать экономику и створить город и его шахаров. Леонор Лутович, и для Максима Уминщина. До надзвычайных здареньев утечка мияку ликвидована на малокаперапрацовчем предприемстве Уклецку. На месяце были накерованы 14 подразделений УМНС. Здаренье отбылось подчас планового ремонта компрессорного цеху. У вынеку струбопровода вылилось 5 килограмм мияку. У момент надзвычайной ситуации у будинку находились пятеро работников. Потерпел начальник цеха, и он шпитализованный. Могой спорта школьники Беларуси и Германии отпадшили и потренировались на Воложенщине. На областной спортивно-оздоровленческой базе «Галактика» под Раковым у першыню злазили суместные сборы самбисты зевух краях. Тренеры обменивались в опыты, а дети замацавались об родство. Разом с немецкими подлетками на отпадшинок приехали их дядули и бабули, які так само оценили беларускую гостинность. «Галактика» Сяброу. Репортаж Сергея Манько. Четвертая змена у летнику стала самая активная. Каля трохсотень юных спортсменов от Пачири провели тренировки у «Галактицы». Областная школа Олимпийской резервы, юные гэндболисты, футболисты, дзюдоисты. Простовникам экзотичного ушу так само знайшлося место. «Галактика» Сяброу делается. Интернациональная команда «Подлетка» с Беларуси и Германией в одном из троих спешается на тренировку. По першиню два клуба самбистов вы решили провести суместные сборы. Беларусы под керамнистом заслуженного маэстро спорта, шматрозобого чемпиона света Андрея Курлыпы. Берлинский клуб по самбо один из самых татулованных в Европе. Однако местовым тренерам есть чему получиться у белорусов. Это обмен опытом. И это можно только желать каждому. Здесь база просто. Мы приехали, честно, в восторге. Воздух, еда, всё под боком, все дети довольны. Жорсткий расклад дня, тренировки и правильное харчевание. Для юных немецких самбистов сборы у Беларуси были складанными, а ли вельми корыстными. Всё подобается. Доброе на дворе, чистое по ветрах. Конечно, нам вельми далёко сюда было ехать, а ли мы хочем вернуться ещё раз. Самое тяжкое для нас – рано прочинаться и бег через 6 километров. Однако тренировки идут нам на корысть. Я, на прыгод, уже схуднел на 2 килограмма. Белорусские самбисты так само задоволены своими спарринг-партнёрами. За час тренировок знайшли огульную мову. Очень много бросков знаем. Нам повезло, что мы попали к такому хорошему тренеру Андрею Санечку Рулыбом. Нам интересно. Мы с немцами вот три тренировки в день. С утра встаём, бег. Вот тут мы тренируемся. Броски отрабатываем, приёмы. Много бросков. Много получаем броски, приёмы. И играем в футбол вечером. Галактика провабливает не только свои великые спортивные базы, а и комфортными покоями для отпочинку. Причём умовы класса люкс доступны не только замежникам. Воздух, сосны, пятиразовое питание. И база замечательная. Тренажёрный зал, борцовский зал. И открытая площадка, универсальная спортивная площадка. В общем-то, они привлекают и иностранцев, и условия такие же и для наших ребят. С комфортом трилетние тыдни провели и дорослые. Наглядать за унуками на Воложенщину приехали бабули и дядули, аки и дарычи родом из СССР, белорусской гостинности Уражины. Мы вернулись в наше детство. Мы увидели костёр, который наши дети даже не знали, что это такое. Что такое дискотеки, что такое, когда все дети вместе. И люди добрые. И очень добрые, улыбчивые, гостеприимные. Ну, короче, мы приедем ещё раз к вам. Сергей Манько, Александр Бутрым, Минщина. Батьковщина запрошает. Жихары Слабашчины и Минского района отзначили свято-вёски. Населенному пункту 80-х годов. Веншавани, песни, выставы, майстер-классы, народных умельцев, лепшие стравы национальной кухни. Свято-улепших в белорусских традициях собрала разом одновесковцев и тех, кто на Слабашчине проездом. Невеликая вёска сегодня наличивая коля двух сотен жихару, якие гонорация свою славную историю. Нашатки Витольда Гинтаута на родиме Героя Советского Союза частые гости. Не обмянула Слабашчину, семья и в этот раз. Вот эти корни деревенские, они всё-таки, наверное, есть, потому что мне здесь более комфортно, честно говоря, чем в Минске. У меня уже внук и две внучки, но внук уже пять лет ему, поэтому хочется ему тоже показать, где жил его прадедушка. Ну, надо же, чтобы была какая-то связь поколений. Про загады же хоры Слабашчины на свою малую родиму вертаются с новыми семьями. Хороство природы, тишиня и спокой на ближность до столицы. То, я дякую, чему вёска живее и с тягом часу только прохожее. Я 74 года, деревне 80 лет. Почти ровесники. Ну, и скажите, живее вёска сегодня? Ой, что и как живёт? Я даже, ну, удивляюсь, что настолько расширается. Я уже тех людей даже не знаю, которые настроились здесь. Очень тихо, очень спокойно. Нравится. Сейчас приезжаем к родителям на лето. Вот, гостит малышка. Очень хорошо. Рядом природа, лес. Праздник хороший. Все собрались вместе. Редко такое, в принципе, бывает. Вроде все вместе живут, но редко видятся. Так что деткам очень интересно, хорошо здесь пообщаться. Одно вон играет, но играет весело и весело. И вот такая, какая мы с тобой в другом стороне. Репортажи эфирного вида и у всех программу «Любый час» доступны на сайте ctv.by и на ютуб-канале «Столичного телебачения». Заходьте, глядите и подписывайтесь. А на этом у меня не всё. Доброго вам настроя и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова